Здравствуйте! Это «Суть дела». Старший редактор американского издания «The Daily Beast» Майкл Вайс взял интервью у человека, называющего себя шпионом исламского государства. Абу Халетт, так представляет своего собеседника Вайс, утверждает, что работал в так называемой службе безопасности исламского государства. По его словам, исламское государство раньше формировало свои катиба или батальоны достаточно гомогенными – ливийцы к ливийцам, американцы к американцам, французы к французам, но в последнее время тяготеет к смешанным составам. «Гомогенность ведет к проблемам». Так русскоговорящие катибы настолько плохо поддавались управлению из центра, что когда чем-то разъяренные чеченцы, а так называют всех без разбору выходцев из бывшего СССР или из Кавказа, приехали в Ракку, в столицу, чтобы пообщаться с местными мирами, тот не на шутку испугался и приказал выставить снайперов на случай, если визитеры пойдут в атаку. Собеседник журналиста говорит, что участники террористической группировки сами выбирают, становиться ли им смертниками. Люди поднимают руки и их переводят в отдельную группу. По свидетельству Абу Халеда, в последнее время число рекрутов снижается. Однако недостатков желающих отправиться в рай группировка не испытывает. Среди них не только выходцы с Ближнего Востока, но и уроженцы развитых стран. Звучит странно, но по утверждению Халеда, в исламском государстве существует такое понятие, как равенство перед законом. Сверх того, поддержание этого равенства – одна из главных опор популистской политической программы группировки. Как-то служба безопасности конфисковала компьютер бывшего шпиона, чтобы проверить, нет ли в нем указаний на неверность. «Компьютер потерялся где-то в бюрократических дебрях, и чтобы вернуть его, хозяин обратился в суд. Судья, чтобы там не значило это определение, приказал компьютер вернуть. Амнияд или служба безопасности имеет четкую структуру», – рассказывает собеседник американского журналиста. Она состоит из четырех подразделений, у каждого из них своя роль. Есть аналог Министерства внутренних дел, который отвечает за каждодневное поддержание порядка. Есть военная разведка и отдельно внешняя разведка. Как раз это подразделение отвечает за теракты, а также за вербовку агентов и информаторов для организации. Наконец, есть агентство государственной безопасности, которое занимается контрразведкой и ведает коммуникациями на территории с занятой экстремистами. В целом, это система, где все следят за всеми. Если у читателя эти слова ассоциируются с КГБ или Штази, – пишет Вайс, – это неудивительно. Многие из высших функционеров террористической группировки пришли из бывшей службы безопасности Саддама Хусейна. А Бухалет уверен, что именно умение получить нужную информацию, а не военное мастерство – это причина, по которой исламисты захватывают и удерживают новые территории. По его словам, захватить большие области Сирии халифату позволили свои люди внутри свободной сирийской армии. Халифат обучает военных, выдает внушительные суммы денег и отправляет в сирийскую свободную армию, где они получают высокие посты. Другими словами, подчеркивает Вайс, некоторые из предполагаемых союзников США в Сирии на самом деле находятся под влиянием и получают деньги того самого врага, с которым должны бороться. Кстати, эта информация полностью подтверждает позицию России в отношении свободной сирийской армии, которую Запад считает умеренной оппозицией Ассаду. Несмотря на такую замечательную систему безопасности халифата, случаются там и чрезвычайные происшествия. 1 декабря два боевика террористической группировки обокрали своих единомышленников. Джихадисты, родом из Казахстана, угнали автомобиль, на котором перевозилась зарплата для экстремистов. Инцидент произошел в сирийском городе Ракка, которая считается столицей радикалов. Два казаха угнали машину с зарплатой муджахедам своей бригады и уехали в сторону Турции. Оказывается, и террористам не чуждо, ничто человеческое. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok